друзья всем привет сегодня хочу сделать небольшой обзор того дома который я уже показывал вам если кто не смотрел ссылку на него я оставлю в описании хочу показать кое-какие работы которые мы уже сделали с того раза сейчас я камеру переверну вот так у нас сейчас выглядит у нас все под пленкой мы сделали уже полностью обрешетку вывели обрешетку уже поток на сделали здесь вот если посмотреть у нас идет такая вот доска соответственно сюда будет упираться кедрал вот здесь дальше пойдет у нас наличник здесь у нас обрешетка это сухая строганная доска 100 на 20 и 150 на 20 100 на 20 не было поэтому нам наши поставщики за те же самые деньги дали доску 100 150 на 20 каких-то местах вот здесь уже у нас идет фиброцементный сайдинг кедрал вот здесь вот я вам сейчас покажу у нас снизу здесь у нас идет стартовая планка дальше у нас идет алюминиевая сетка от кедрала вентиляционная она бывает разной ширины бывает шириной вот эта вот часть бывает 5 сантиметров бывает 10 сантиметров в данном случае у нас здесь 10 сантиметров для того чтобы она закрывала полностью все вот это вот расстояние здесь у нас будет идти стык кедрала мы его прокладываем такой гидроизоляционной пленкой здесь у нас будет коричневый цвет давайте я вам покажу как вот здесь мы сделали значит здесь вот у нас будет коричневый цвет эти и снизу вверх будет идти такая стыковочная стыковочная полоса из кедрала такая как как соединительная планка что ли вот и будет она тоже коричневого цвета так же как и середину у нас вот что здесь фишку которую какую я хотел вам показать значит здесь мы используем новый для нас вид крепежа который называется дистанционный саморез у него есть две резьбы резьба который входит в дерево резьба как бы даже это не либо такие насечки которые делают так чтобы мы могли вытаскивать вытаскивать доску и выравнивать тем самым плоскость сейчас я вам покажу это вблизи это смотрится это вот так здесь вот у нас закручен саморез вот это вот насечка она как бы когда мы выкручиваем вот эту доску она как бы ее вытягивает на то расстояние на которую нам на которую нам нужно конкретно вот эти саморезы имеют общую длину 120 миллиметров бита у нее идет торкс вот такая вот т-30 очень удобно и круто их с помощью этих саморезов выравнивать плоскость реально она очень жестко эта доска стоит несмотря на то что у нас частично торчит резьба как здесь вот как вот здесь вот но несмотря на это они очень круто очень круто держится и соответственно мы у нас вот идет видно под скобом а тут брусок тут тоже брусок утеплитель у нас 610 миллиметров его ширина соответственно примерно там 600 миллиметров по осям если по бруску смотреть вот через 60 60 сантиметров мы ставим вот такие вот саморезы и они очень жестко очень жестко держатся то есть реально крутой крепеж для тех людей которые используют такую большую ширину даже у нас тут две ширины 10 сантиметров 15 сантиметров вот ему с помощью вот этого одного самореза спокойно можем выравнивать в плоскость не заморачиваясь вообще выравнивание происходит очень очень быстро саморезы ротоблас называется дистанционный шуруп бывает разной разной длины конкретно здесь 120 миллиметров дальше ну из того что мы сейчас тоже везде применяем это делаем вот такие вот четверти на окнах здесь вот у нас идет фанера то есть заводим утеплитель на раму окна на 23 сантиметра ну там всегда это индивидуально смотрим по факту вот насколько возможно самое максимальное сместить настолько мы смещаем дальше гидроизоляционную пленку заводим обязательно откос и приклеиваем ее вот эту вот часть специальным клеем дельта там для того что вот это место было воздухонепроницаемым снизу мы к подставочному профилю прикручу приклеиваем пленку на специальную лента дельта мульти банд вот у нас получается с четырех сторон такой герметичный контур улучшаем энергоэффективность конструкции тут у нас кедрал c57 тут c57 в середине c21 будут такие соединительные вертикальные такие планки то который тоже из кедрала будут во всю ширину дальше у нас здесь будут наличники вокруг окон они будут коричневого цвета также во всю ширину панели и углы у нас здесь будут тоже из кедрала кедрал будет стоять вертикально и соответственно ширина угла будет 19 сантиметров вот эта лобовая доска у нас будет тоже из кедрала софит пластиковым как есть останется вот это вот лобовая доска видите она пластика есть такой момент что коричневый цвет очень часто выгорает его ведет вот видно волна здесь соответственно заказчик попросил нас каким-то образом это исправить вот с ним сошлись на том что здесь будет идти коричневый кедрал вот такой вот ну как здесь вот как серединка у нас идет соответственно сюда мы также будем пускать такую полоску раздавайте со всех сторон и покажу вам как это у нас выглядит вот эти брусья на которые опираются стропила мы также их обмотали пленкой создаем такую воздуха непроницаемую конструкцию потом я попрошу заказчика после того как мы полностью обошвем дом чтобы он дал комментарий по поводу того что если разница в утеплении то есть деревянный дом брус 150 на 150 по моему профилированный брус вот мы его утеплили минеральной вата 10 сантиметров если разница в этом если смысл вообще утеплять дом вот хочу его мнение уточнить по этому поводу здесь у нас также идет алюминиевая сетка стартовая планка вот эти дистанционный шуруп очень мощные самореза 6 миллиметров у них 6 миллиметров у них толщина все хочу немного сказать по пленке вот эта пленка delta max она конечно не бюджетная но очень-очень крутая эта пленка рулон стоит примерно 15 тысяч рублей и когда ты видишь конечно это вживую как выглядит фасад с помощью этой пленки выглядит это очень круто кедрал пленка delta max дом будет конечно красиво когда мы его закончим надеюсь она то что он будет красиво и он понравится заказчику вот так это выглядит переворачиваю обратно камеру вот такой вот небольшой обзорчик примерно на 10 минут вот есть какие-то вопросы есть пишите в комментариях а так всем удачи не болейте такое тяжелое время берегите себя всем пока